так ну вот мы оказались своем номере нам сделать легкий обзор пока мы его не испачкали итак смотрим какой у нас санузел карточку вот видите кто-нибудь вот у нас вот такие санузел значит так раз душевая чтобы можно было принимать всей семьей огромные вот такая раковина свой фен все в плитке и что интересно здесь санузел где-то в районе 8 квадратных метров очень банки и входная дверь метровая для того чтобы людям заключение было также удобно и вот такой шкафчик есть номера где отдельные гардеробные у нас здесь она не отдельная вот такая вот такой шкафчик плазма дальше у нас вот такое зеркало огроменный просто стол вот такое место где мы можем просто потусоваться попить кофейку мелкие здесь 5 и вот такие на и спальне кровать у нас такой штучка вид на море у нас оказался на озеро вот такой у нас вид на озеро здесь все стандартно поскольку мы здесь уже наверное не первый десяток раз поэтому здесь все стандартно поскольку мы не первый десяток раз просто каждый раз приезжаешь как домой и тут кайфово на самом деле точно такой же номер и так мы сегодня проснулись в отеле позавтракали и сейчас вам покажу чтобы правильная планировка дня учитывая то что мы находимся в голебецкий аквапарк внутри если мы пойдем с утра в аквапарк или в первой половине дня а мы в зимних период отдыхаем получится с дети мы будем мокрые и наш отдых очень быстро закончится но если мы утром стали покушали и погнали отдыхать то мы замерзнем ненормально где-то до часа дня потом опять отлично вкусно покушаем в этом замечательном отеле грибевский и дальше будем уже отмокать и греться в банях а когда распаримся в соляных пещерах и банях тогда неплохо отдохнем чтобы окончательно нагулять аппетит пошли мы гулять по старому николайки зимой старый миколайки это холодный промозглую такой городишко но желающим поискать что-то позитивное конечно здесь можно что-то найти но в основном на на вскидку здесь делать нечего ну конечно десятка два будет ювелирных ювелирных десятка два будет сувенирных лавочек которые можно посмотреть какой-то сувенир на память конечно же есть тематические интересные кафе здесь много можно глинт веника чайку попить и полазить каких-то поискать вот нашли например интересную скамейку и возможность покормить уток утки уже к нам бегут скамеечка это интересно чем то что двое кто на нее поссорили сели они все равно будет сидеть вместе и друг другу их будет притягать в воду в Стамгольме это да и добирайте как хочешь до дома центр города пойдете возьмите с собой хлеба гуси и лебеди все в изобилии и они вас здесь ждут но видимо не балуют их местные туристы 1 вата зимой а подкормить дичь как-то надо безусловно миколайки даже маленький городишко красивый но не зимой зараза очень близко это озеро и очень холодно нереально поэтому он сугубо пустоватый и если мы без детей путешествуем прикольно здесь можно поладить пошариться по кабакам пивка попить пиво вкусное ну если с детьми можно покататься на машине посмотреть насколько он хорош на архитектурку такого инициального польского городишки на этом все как ехать быстренько в аквапарк уж там тепло и там можно греть как бы пахнет вкусно городишко неинтересно не может быть по какой причине вот эта ратуша на ней видим дома 1800 800 года постройки конечно война их потрепала и многое здесь было по уничтожено но полейки неплохие умельцы не могут быстро все реставрировать и восстанавливать поэтому истории здесь есть кухня здесь тоже есть это количество русских которые здесь тусуется разумеется они все прекрасно понимают на русском и многие даже на нем говорят так что здесь нет никаких так скажем конфликтов которые бы могли бы повлиять как-то на негативные отношения к этому месту и здесь все позитивом и насколько я понимаю этот регион фактически и кормится большей частью из-за ребят из калининграда которые приезжают из русских поэтому и отношения тут русскоговорящим довольно комфортно и ничего не позитивного здесь я не встретил не знаю хорошо это или плохо но городок рекомендован для прогулки это точно хотя маленький зимний холодный но рекомендую здесь можно конечно поговорить о кухне который находится левецкий она расположена таким образом что вас кормят утром в обед и вечером и как и в любом турецком отеле ты играешь во что-то или отдыхаешь где-то и практически не чувствуешь как полетает время и создается эффект что ты кушаешь круглосуточно что касаемо еды а еще раз напомню что мы находимся на мазурах это большое количество озер и соответственно здесь есть большое количество хорошей рыбы я имею ввиду под хорошую рыбу это сом окунь например уголь то есть та рыба которая в принципе в природе довольно дорогая мы например из латвии не можем себе позволить большого копченого окуня потому что у нас просто не ловится а доставить его к нам он уже стоит сумасшедших денег и рестораны как правило с этим не связывается здесь же ты можешь наслаждаться окунем сомом ну по моему десятку рыб и причем в разных вариациях которые вот именно знают как полики готовить то есть у нас в латвии у вас так красиво это готовит второй интересный момент же как здесь на ресторан то есть мы например пришли за пять минут до закрытия это большой ресторан на две с половиной тысячи человек и к нам подошел менеджер и будет ребята пока вы не покушайте мы не будем закрываться так что наслаждайтесь и не чувствуете себя виноватыми я был шоке стояла 10 поваров и ждали пока мы закончим я бы мы принципе набрали уже тарелки вы можете быть свободно и он сказал мне не мы еще подождем вдруг вы еще что-то захотите это представляете когда из там двух тысяч человек и они были готовы всей бригады поваров и официантов ждать конечно же чувствуешь себя при этом неловко но тем не менее такую опцию тебе дали это очень прикольно важный момент вещи мы дважды забывали детские и взрослые вещи в ресторане и на следующий раз когда мы приходили нам их также вручали опять же приятно что тебя знают тебя индифицируют что это что-то твоя если ты его потерял и тебе всегда помогут найти это очень приятно вот некомфортных моментов они конечно же должны были быть но в этот раз мы их не обнаружили ничего не комфортного в этом отеле за все время пребывания ну нет конечно же мы это ждали и с удовольствием об этом рассказал но вы ничего такого не так ну вот и подходит концу пребывания наша в отеле галибьевский а сегодня мы утром встали позавтракаем и позавтракаем и пожалуй от едем едем сюда уже не первый год я думаю уже лет наверное десять ездим это происходит примерно раз в год когда действительно хочется как-то отдохнуть если сравнивать отель отдых отелей если сравнивать отдых в отеле галибьевский скажем с поездками в это время в испанию в турцию или еще куда-то то по деньгам это все равно будет раза в три дешевле по уровню отдыха это будет примерно то же самое единственное там не будет столько солнца конечно же в испании там в египте турции в это время плюс 25 но берем политическую и военную ситуацию когда происходит в этих республиках и вы их не плюс 25 всего полноценной оккупации загорать не сможете поэтому витамином b короче отсутствует в польше но зато все остальное абсолютно на уровне плюс не забывайте что это европа и это отдых не африканская все подошел концу наш отдых прикольная штука для перевозки вещей вот такая колясочка с логотипом галибьевский то есть закатываем его в номер ставим чемоданчики и двигаемся прямо нашу парковочку сейчас на дорожку присядем ездим мы сюда примерно уже весь лет так особо никто не считал не заморачивался я думаю и еще столько же мы ездили потому что за это время выросли наши дети у детей скоро будут свои дети и внуки и поскольку этот отель стабильно стоит на ногах является таким монстром семьи галибьевских семья тоже это как бы развивается и растет в польше так что что интересно что этот отель плюс ко всему с историей то есть в вашем случае ваши дети могут в этом отеле выросли и ваши внуки и сюда вас такой вот скажем так идеи приезжать как свое семейное гнездышко свой семейный отель где ты можешь отдыхать и приезжай сюда из года в год он только растет краше но при этом он не меняет свои сути не меняет своего стиля он чуть-чуть модернизирует делает легкие апгрейды но стабилен как никогда и так присаживаемся на дорожку и поехали спасибо тебе галибьевские и всему персоналу который достал нам